Добрый-добрый-добрый день всем еще раз! Это студия игрокам ТВ, у микрофона друг, и мы начинаем трансляцию ответного матча между коллективами Basically Unknown против Virtus.pro Polar. Первую игру ВП проиграли, причем проиграли без шансов вообще в принципе. Ни одного фрага, ни одного убийства Вивера в мейнкере команды Basically Unknown так у нас и не случилось. Вивер закончился счетом 150-0. Вообще шансов каких-то развалить Ника у команды Virtus.pro Polar в принципе не было. Во-первых, все время было Эггис, либо БКБ, проюзанный у Вивера. А во-вторых, Вивер просто оказался сильнее, чем вся команда ВП вместе взятая. Ника отыграл просто на ура. Ну так расставили лайн, это такая была трипла. Ника выформил со старта очень много всякого шматья полезного. А дальше убивал одного за другим. Ну и теперь... Теперь в принципе можно бороться. ВП взяли хороших керри. Тех керри, которые не должны у нас со старта умирать. На ком это у нас бегает Луна? А ну-ка, а ну-ка. Луна у нас бегает на кабане с поднятым вверх хвостом. Или кто это? Это олень маленький, или олень, или собака. Что это вообще такое? Издовое животное... Угу. Ясно. Хуффин Пол. Издовое животное на Луну. Иллидан теперь не играет. На таком тухлом в начале игры герое, как Дроур Рейнджер Уилли. Да, на теперь все более-менее нормально. Луна здесь и сдалека может отброситься. Ну что, ловит у нас ФНГ. Кинетик Филд уже пошел. У нас у Дизраптора Пью Ревел позволяет Ника сделать опять ФБ. И, по-моему, история у нас повторяется. Там Кентавр где-то сильно просел. Это от Фобоса все. Через Батрия Саут Фобос у нас сейчас шло очень сильно напряг. Ну и 300 мув спид у... Да ладно, это что, шутка? Даблкилл делает Ника на старте этой игры. И все, возвращаемся в прошлый матч. Мне кажется, все, один в один каски ловит у нас ФНГ. Давайте триплкилл подарите Ника. Ника развернулся. Ника не хотел себе делать триплкилл. Зря. А мог бы, а должен был. Если бы Ника у нас не загулял, то триплкиллл со старта. А дальше можно было бы ГГ писать еще в начале игры. Это ВП. Это Virtus.pro, которые получили инвайт на International. Год на лоу ХП. Еле-еле отсюда Никс Ассасин, на котором играет ФНГ, ушел. Иллидан не умирал. Но Иллидан и в файте толком ничего не сделал. И саппорты уже слились со старта для команды ВП. Ну и давайте сразу же открываем NetWars. 1100 голды. И у Ника со старта можем начинать играть. Дальше идет Фобос. У Фобоса 900. Даже уже 1000. Фобос, кстати, очень неплохо себя чувствует. Фобос 5 на 2 имеет крипстат. Пока что загоняет Кентавра. Причем в соло щечло против Фобоса на топ-лейне. Опять трипла против триплы. И опять провальная трипла от команды Virtus.pro. Опять Лил играет на визаже. Правда, сейчас ФНГ играет у нас Ани Йол. В составе команды ВП Йол играл с Тендином в прошлой катке. И там Йол тоже у нас умирал нон-стоп. Ну и Иллидан играет на Луне. Которая, в общем-то, пофункциональнее, чем Дроу Рейнджер на ранних этапах. Но, тем не менее, тоже есть свои минусы в этом. Люсен Бим пошел у нас по Нико. Кинетик Филд опять у нас от Basic Ляноу. Ну, на этот раз, кстати, Стоном Мэн не играет на Дизрапторе. Пью Ривел играет на нем. А Стоном Мэн берет себе Вич Доктора. На мид-лейне. Эрайз против Года. Ну и Эрайзу тут сложновато. Через Шадоу Страйк идет у нас Год. Шадоу Страйк уже второго левела. Дальше будет Макситься, как я понимаю. Вы видите, насколько больно Клинцу от одного Шадоу Страйка. На 30 хп Эрайз уходит у нас хилиться под собственный фонтан. Неприятность. Неприятность, но не критичная. Шадоу опять у нас на лоу хп. Фобос вроде бы в порядке. Фобос вроде способен убивать, но как-то не убивает Шадоу. Постоянно на лоу хп. Кентавр бегает. И, кстати, Шадоу может и доиграться у нас. Ракетку бы Фобос запустил на фонтан. Это было бы поинтереснее. Знал же прекрасно Клок, что там на лоу хп уходит. Клинц. Ну, ракету провязал у нас в итоге на крипов. Не рискнул пускать. Или, может, просто тупанул. Не провязал ракету на мидера команды Бесик Ляноу. Но Клинц возвращается на лайн. Еще не полностью выхиленный. Возвращается на лайн. Начинает есть деревья. Райс. Нормально. Пойти под фонтан, чтобы в итоге еще деревьями доотъедаться на собственной линии. На трепле как там у нас дела. Луна 5 на 2 имеет. Крипстат против нее. Герокоптер 11 на 2. У Ника все прекрасно. Рокет барашью. За это у нас Ника. Пью Ривл впитывает в себя тьму демеджа. И Лидан, скорее всего, здесь отъедет. Кенетик Филд поставили. И Лидан умирает. Вич Доктор забирает этот фраг. И дальше за ФНГ идет Ника. Не рискует идти под тавер, но оно ему и ни к чему. В это время убивают, кстати, у нас Дезраптора. Все тоже здесь случилось. Пью Ривл здесь и остался. Один в один размен. По итогу этого файта в плюсе все равно команда Basically Unknown. Да, ВП, конечно, несчастные. Фобос вроде бы напрягает Шачлоу. Шачлоу 8 на 1 у Фобоса. 23 на 10. Да, тут к Фобосу вообще не подходи. Но при этом, при этом, при этом. Кентавр у нас почти 5-го левела. 5-го левела Фобос. Чуть-чуть больше. Ну, Кентавр свое вывезет. Ему надо заработать левел. Ему надо получить Стомпид. А дальше мульти вообще дэмэдж. И Гирокоптер будет под Стомпидом чудовищно крутым. Со своим Рокет Баражем. И, понятное дело, Вич Доктор забежать куда угодно. Может поставить свой Дезвард вонючий. И каски бросить в любую вообще. На любом будущем расстоянии. ВП их поймают. Поэтому, конечно, Кентавр. Приятный бонус для команды Basically Unknown. У меня немножко есть вопросов по Эрайзу в миде. А с другой стороны, почти 6-го левела Эрайз. Квапа здесь уже 6-й получает. Вот сейчас Год будет с ним. Вот. Эрайз все равно берет свой левел. Получает экспириенс. Где-то что-то подфармливает. 16 на 6. Все, в общем-то, неплохо. Там дальше можно идти в лес. И отстреливать одного за другим. Эрайз в прошлой игре тоже сильно тут терпел от Года. Он был на Магнусе. Год был на Варлоке. Но это не помешало в итоге Магнусу быть красавчиком. А Году быть просто дичайшим якорем для своей команды. Да там вообще команда якорей была. УВП в прошлой катке. Тут без Флейма просто... Это факт. Это факт. Ну что, пошел у нас файт на нижнем лайне. Ника через Рокет Бараш. Вроде неплохо дэмэджа влил. Но здесь накопилось у Лила. Действительно накопилось. Потом Лил сказал, ой, все. Развалили у нас гирокоптера. Стономэн на лоу хп. Отсюда уходит. ФНГ тоже у нас делает тэп-аут на собственный фонтан. 3-3 становится счет. 2-0 подрались игроки команды Virtus.pro. Денег здесь много заработали. Перевернули игру. С 500 голды проигранной до 1000 плюс для Virtus.pro. И по экспириенсу более 1500 тоже команда Virtus.pro. Ну и Ника через Флэк Кенон уже напрягает у нас. Фобос или Дана. Или Дан на половине хп. Стомпит пошел у нас от Кентавра. Куда? Куда? Зачем? Шачло просто убегал здесь от Фобоса. Фобос дальше преследует у нас Шачло. Можно бы и догнать у Фобоса. Есть ли фейсбуцы? Нет. Ничего у Фобоса такого нет. А здесь год. Здравствуй, Кентавр. Говорит из леса год. Ну это было на языке квапы. Это было громко. Односложно. Но тем не менее Шачло у нас развалился. Фобос готов теперь с Эрайзом пофайтиться. Не юзает батарея с аут Фобос. Тут понятное дело, что инвиз. Вижена нет. А если бы зажать бы, кстати, в Коге у нас Эрайза, то Фобос, конечно, развалил бы Эрайза без вопросов. Вообще, Эрайз тут в неприятной ситуации. Как только Фобос влетит у нас с хукшота в кире команды Basicly Unknown, в Клинца, Клинц должен умирать. Батарея с аут Коги, и это огромные проблемы. Ника уже под Тауэром. И Ника, кстати, впитывает тьму, дэмэджа здесь от Тауэра. У Ника 70 хп, прилетает сюда год. Умирает в итоге у нас Луна. После нее отправляется в таверну Ника. Один в один размен. Ну и доминейтинг стрик для года уже есть. И это плюс для команды Virtus Pro Polar. 6-4 становится общий счет. ВП выходят вперед. У Фобоса 8-й левел. У Шачло 6-й, почти 7-й. Но Шачло не на линии, а в это время Фобос фармит на линии. Ну посмотрим. Я думаю, Фобос через хукшот. Ну я уверен просто, что разбирает Эрайза без вопросов. Еще себе бы принести какой-нибудь даст вообще было бы не лишним. Фобос отсюда уходит. Можно врываться в Эрайза. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, Фобос. Где же? Гирокоптер в это время забирает здесь Никса Ассасина. ФНГ в таверну второй раз. На мидлейне. Очень простенько. Эрайз, кстати, без шмотя, по сути. Находится. Ринго Факвила у него. Сейджмас, Чейнмейл. Солар Крест, как я понимаю, собирает себе Эрайз. Таким образом будет выключать у нас из файтов героев. А потом уже, возможно, появится и классический оркет на данном герое. Виртус Проб. 1700 по золоту и по экспириенсу 2 с копейками. Выигрывает. Год покупает себе Ропа в Зе Мэджи. Скорее всего, выйдет в Оркет на ранних лавлах. А Фобос вгрызается у нас в Кентавра. Наконец-то Кентавра развалили. Не без помощи здесь Луны. Иридан. Видим, что на Люсин Бим один потратился. 4.300 год по фарму. Общий Нетворс. 3.300 у нас у Фобоса. И дальше Нико 3.200. Не считая, несмотря даже на то, что Нико даблкил сделал на первом левеле. Забрал Ферст Блад. Забрал уже 4 килла у нас. Но где-то недофармливает Нико. Не самая приятная трипла была против него. Все-таки Иридан может напрягать за счет Люсин Бима. И тот же Вич Доктор. Вынужден не Маледикт качать, а Вуду Рестрейшн, чтобы спасать. Ну что, ФНГ. Шукучин, на тебе, Нико. Получи. Не самая сложная ракета, не самая большая. Но, тем не менее, Нико просел по ХП. Так ему и надо. Луна умирает у нас на нижнем лайне. Иридан опять в таверну. Иридан в прошлой игре закончил, по-моему, со счетом 2.9 или 2.10. И больно было смотреть на это. Пока что Иридан неумолимо к этому движется. Нико под ноги себе коллдаун. ФНГ. Юзайд Карапаси. Нико как будто фиолетово найти. Карапаси, кстати. Что-то не так с Карапасями от ФНГ. Может, не вовремя прожимает. Ну нет, это фактически невозможно. Ну и врывается у нас на Пью Ривел Фобос здесь. Кенедик Филд. Ну, не уйти никуда отсюда. Пью Ривел Клоквер делает еще один килл. Второе убийство у нас для Фобоса. Ну и Гот пошел за Астономеном. Главное, больше одного не собирайтесь вместе. А то тут каски много бед натворят. Гот у нас получает много демиджа от Тавера. Дальше за Астономеном. Статик Шторм по ним... Оооо... Статик Шторм... Шадоу Страйк, конечно же, по Году. За ракетой. Все бейт ракету. Тавер, бейт ракету. Лети отсюда, Гот. Ничего хорошего не ждет тебя здесь. Может быть, кстати, разобьют ракету. Здесь все-таки два... Да. Подформил немножко. Гот на Квинов Пейн. 22 копейки получил за ракету. Ну и важно, что не получил тут на фу-рэнж по голове от этой ракеты. Мог бы вообще почти без КП остаться. 3 с плюсом. ВП по золоту и 4 с плюсом по экспириенсу. 3 с плюсом. Соф Спид, Мэджик Стик. Это, конечно, не Стона Мэн на Дизрапторе. В прошлой игре Стона Мэн... Ну и вообще ВП, будем откровенны, не такие, как в прошлой игре. В прошлой игре просто печаль была полнейшая. Вич Доктор тоже с одним тапком, Мэджик Стиком, ПТ и Танго. Будут выходить на визажа, как я понимаю. Хотя, кстати, здесь есть Эллидан. Стон Пит пошел на сорт Шачло. Ловят Эллидана. Топают по голове Эллидану, разрезают пополам. И Клин забирает этот фраг. Гот в это время забирает у нас Гирокоптера. Где ты, Гот? Покажись. Гот у нас через Соник Вейв. Я так понимаю, ФНГ через Виндетту все сделал. Да, так и есть. В кулдауне у нас Виндетта от ФНГ. И забрали Мэнкерри команды Басиклян. Но он потерял, правда, своего. Файт продолжается. Лила поймали. У Лила только-только появился шестой. Фамильяры где вы? Фамильяры сидят на земле. Взлетают у нас Фамильяры. И начинают здесь вырезать Стона Мэна. Ой, как неприятно. Так, хукшот пошел от Фобоса. Батареаса от Коги. Фобос очень удачно у нас ворвался. Найрайза можно дальше. Ну, тут не хватает просто мукспида Фобосу. Фобосу надо форсстав какой-то. Или по-быстрому собрать Аганим, чтобы КД был минимальный вообще на хукшоте. Тут вырезать, не перевырезать. Дизраптор, если вдруг проюзал Климс немножко пораньше, то становится самой желанной целью для Фобоса. Клинс тоже, по сути, должен умирать через Батареасаут и прочую ерундистику в Когах. Да и Кентавр. Мы видели, что творится с Кентавром. Единственное, кто настрелять может, это Гирокоптер. Все-таки кулдаун под ноги и Рокет Барадж и Ракетка. Это много чего. Год в это время вырезает у нас постепенно саппортов команды Бессиклян. Но на года пошла ракета. Кулдаун в никуда. И Год, скорее всего, здесь умирает. Квин оф Пейнт должна избавляться от ракеты. Ну и Райз бежит у нас за Квапой. Квапа умрет от ракеты. Квапе не надо будет. А нет, Квапе нужен будет еще один удар. И Райз его обеспечил. И это стрик. Это огромный стрик. Это 578 голды для Райза на ровном месте. Все для него сделал Гирокоптер. И Райз просто подошел и... Собрал результат весь. Забрал себе. 5000 золота. Виртус Про по экспириенсу. Виртус Про 5 с копейками. Несмотря на то, что фидят данным образом вообще не подобающим. Тем не менее, свои киллы делают. Иллидан. Эпицентр. Два раза пытался проюзать. Так и не проюзал. Оставил в покое у нас Кентавра. Кентавр в принципе уходил. Через Томпит можно было смело отваливаться. Я думаю, если на Иллидана будут врываться, тогда будет Эклипс. И вот она, эта дико печальная Луна, у которой будет появляться Мека. Не знаю, кто эту тенденцию к командам привил, но тенденция просто вопиющая какая-то, как по мне. В моем понимании Мейнкерри. Мейнкерри, который собирает себе Мекку первым более-менее серьезным артефактом. Согласитесь, это уже диагноз для команды. Конкретно для команды в конкретном матче. Не для коллектива, не для людей. Конкретно для данной ДОТа-единицы. Иллидан в лесу. Видит его Эрайз. Эрайз может в принципе съедать здесь сатира и разваливать. Ой-ой-ой, ФНГ просветил у нас Эрайза. Эрайз размансовал. Не поймал подкоп от ФНГ. Импайл в никуда. Ну и дальше можно бежать за Эрайзом. Главное его увидеть. Эрайз еще и поворот не туда сделал. Хукшот у нас от Фобоса. Развалили мидера команды Basicly Unknown. 460 голды. Ну теперь Фобос смотрится уверенно. Это не Фобос прошлого матча. На ком он там играл, даже не вспомню. На ком-то, кто много раз умирал. На паке играл у нас Фобос. И выглядело это вообще не алло. Сейчас Клокверк очень даже в порядке. Уже у него есть Блейдмейл. Клок у нас на втором месте по Нетворсу. На первом месте год. 7600 у него. 5900 для Фобоса. И Ника 5150 имеет. Фамильяры гоняют Ника. Стономэн от него не отходит. 7000 ВП золота. 7500 экспириенс. Ну теперь Virtus.pro выглядит поинтереснее, конечно. Может быть потому, что трипла не такая загнанная в итоге вышла. В прошлом матче. Вы помните, что происходило. В прошлом матче Ника. Такой свирепый был на Вивере, что страшно было смотреть даже на это. Теперь вроде как и Иллидан много себе может позволить. Например, собрать себе Мекку. Иллидан старается подпушить у нас Т1. Эрайс недалеко. У Эрайса уже второй ульт есть. Пока по лесу Эрайс не бегает. Ничего не забирает. Один раз пробежался уже по лесу. Охренел от таких пробежек. Фобос прочекал, где кто находится. Клок в принципе готов врываться. Я так понимаю, хукшот сейчас будет от Клока. Главное просветить и для него... Ну, привяжемся к Фобосу. Все равно ему врываться. Пошел хукшот у нас от Фобоса. В Эрайса. Батарея саута. Закроется штыфкоги. Фобос. Ай, какой позор. Иллидан провязал ульту. Под тавер. Колдаун по Эллидану. Эллидан развалился. Шачло здесь ловит у нас стомпот. Точнее, ловит у нас ФНГ стомпот. Шачло. Минус 3 делает команда ВП. Троих своих теряет. И дальше за Ника. Лил. В стадик-шторме стоит. Так бы плюнул уже знатно у нас. В Пью Ривел. Пью Ривел на лох ЭП отсюда уходит. Сколько там? 5 хеллс-поинтов у Пью Ривела. Старается отпиться. Чуть-чуть получается. Но ракета от Фобоса решит все вопросы. Главное дать ее. Ну же, Фобос, где ты? Фобос не дает ракету. Полетела ракета. Ракета полетела вниз. И внизу ракета убивает у нас Герокоптера. Хорошо. По-моему, отличное решение. Лучше убить Герокоптера, чем убить Дизраптера. Хотя Дизраптера лучше убить, чем никого не убить. Но Герокоптер всегда лучше, чем Дизраптер. Кентавр забирает Тауэр для своей. Ну, в принципе, для вражеской команды. Но сам факт, что денег максимальное количество экономит. И по голде. 7500 Виртус Про. По экспириенсу более 7500 тоже Виртус Про. 20-14 счет. Первые два Найтворса вы видите. Это Фобос. Это год. А ну-ка, давайте посмотрим на суперкиллеров здесь. Год 10-2-3 идет. 6-5 идет Ника у нас. 4-0-6 идет Фобос. Это безусловный плюс. У нас в это время ФНГ вместе с Фобосом забирают в лесу Эрайза. Эрайзу не фартит. 2-4-5. Очень печальная ситуация. Еще и Пюривола у нас находят. Минус Пюривол. Луна забирает этот фраг. Стом пошел на соткин Тавра. Дезвард полностью вылидана. Минус Элидан. Элидан в таверну. Нико через Рокет Бараш. Пытался здесь кого-то развалить. Удачный. Коги ставит Фобос. И на гору у нас затолкнула Ника. А прямо с горы телепортом отправляет на базу. Basically unknown. Теряют троих в данном файте. По золоту где-то тысячу они слились. По экспеду, думаю, две с половиной. Нам показывают только два фрага. Клинца не учли. И мидлейн. Точнее первый тавер по мидлейну отдается крипам. Какие же вы невнимательные. Виртус Про Полар. 8 тысяч золота ВП. 10 тысяч экспириенс ВП. До 20 минуты. Ну не классно ли? Это очень классно. С другой стороны посмотрите на состав команды Basically Unknown. А теперь посмотрите на Виртус Про. Теперь опять на состав Basically Unknown. А теперь на Виртус Про. Виртус Про действительно здесь на коне. ВП имеют крутейших ребят в своем составе. У Basically Unknown тут редкие кадры могут где-то в топ-коллективах принимать участие. Шачло. Вот наверное одно из наиболее громких имен в составе команды Basically Unknown. Некогда игрок команды Power Rangers. Но остальные у нас тоже поиграли в нормальных коллективах. Надолго не задерживались. Иллидан. Вместе с Лилом. Ну и Фоба с ФНГ понятное дело тоже рядом. Выходят на Роху. Визаж. Уже имеет 720 на руках после медальона. Сколько тут до креста остается? До креста остается здесь 1150. ФНГ нашли самого крепкого. Поставили Никс Асасина танковать Роху. Если б не Мекаут или Дана. ФНГ еще поразвалился от Рошан. Ну что верят Пью Рывала. Дайте возможность Фобосу ворваться. Фобос ворвется. Врывается Фобос у нас в Дизраптора. И Дизраптор даже Глимсанут назад Фобоса не успевает. Unstoppable от Клокверка. 6-0-8 Клок. А у Клинса дела вообще не радужно. 2-4-5 счет для Эрайза. У Гирокоптера 6-6-5. Кое-как еще Ника держится. Но это до поры до времени. Тут вообще ракеты, если залетают в команду Бейсик Ляноун, уже начинается паника. Я представляю, как они сильно привыкли к тому, что после ракеты обычно хукшот и сам Клокверк прилетает. Ну а это 100% фраг. Клок пока что у нас безошибочный. На хайграунд уже поднимается команда Виртус Про Пола. Бейсик Ляноун теряют Т3 по мидлейну. Крипы есть. Машинка есть. Или Дан может себе позволить бить Тавер. Здесь Глейвы сами все сделают. Крипы сольются. Еще одна пачка крипов. Все, Тавер скорее всего развалится. Ника дает коллдаун. Или Дан на лох-хп. Но у него на всякий случай есть Аегис. Решили не подставлять Ильдана. Проюзали Мекку. Забирают Тавер по мидлейну. Т3 падает. Ну и теперь потихоньку будут пытаться отковыривать бараки. Глейв уже в два прокачан, поэтому Ильдан здесь еще и унитазы будет прицепом разваливать. Вы знаете, я думаю, да? Так как Луна с четвертыми Глейвами фармит базу. Это примерно вот так. Вот этот Тавер, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. То есть все, что есть на базе, все важное и функциональное на линии, все получает дэмэдж от Луны. А если там есть Баттерфляй, если там есть Манта Стайл, то вообще база фактически в огне. Правда у нас такие Луны в последнее время, что какие тебе там бабочки, какие Баттерфляй. Мекку собирай и Аганим. Ну и все. Вот так решили новую доту, в принципе, во всеоружии. Показать игроки команды Virtus.pro.polar. Будет собираться Аганим на Луне. Если вдруг кто не знает, то Аганим на Луне дает возможность, во-первых, больше Люсенбимов по одной цели. Во-вторых, больше Люсенбимов в принципе. И в-третьих, центр Эклипса можно на кого угодно направлять. Ну что, троих игроков команды Bessiclean Noon забрали. Ника у нас тоже разваливается. Минус Ника, даблкилл в этом фате. Вот или да, на Эгис не потерян. До Аганима остается всего ничего. Вот о чем я говорю. Вот, пошла. Ерунда. Это от Луны. Бьешь один барак, цепляется еще два унитаза и бьется второй барак. Ну, все очень быстро делается. Все, минус два унитаза, даже еще один не добивает. В итоге Элидан уходит отсюда. У Элидана есть Аегис. Деньги на Аганим уже имеются для Элидана. А может у нас Элидан... А не может. Элидан у нас покупает Аганим. Думал я, вдруг там скади будет на Луне. Никаких скадей. Элидан покупает Аганим. Так вот, главное преимущество. Кто-то куда-то ворвался. Это Фобос у нас путешествует по карте благодаря хукшотам в крипов. Аганим на Луне дает возможность центрам Эклипса сделать кого-то из своих тиммейтов. То есть, врывается Фобос на хукшот, ловит кого-то в коге, например, или просто где-то в центре событий. И Элидан юзает ульту на Фобоса. Юзает ульту на Фобоса и Фобос вокруг себя всех через Люсен Бим и через Эклипс разваливает. А денежки капают Элидану и он потирает руки, радуется, что собрал Аганим и все у него получилось. 20 тысяч золота ВП, 15 тысяч экспириенса, тоже Виртус Про. По топ-лейнам передвигается команда Виртус Про Пола. Скорее всего, заберут линию без препятствий абсолютно. Ну и кому подходить? В это время внизу команда Бэйсикля Ноун. Тут шачло, вызверился на крипов. Дурные крипы, так вам и надо. И улетает на собственную базу шачло. Половину ХП слил на крипах. Вот такой кентавр на 26-й минуте. Прям супер. Не кентавр, а скала несносимая. Крипы развалили у нас кентавра. Кому расскажет, не поверят. Элидан начинает дамажить тавр, а демедж еще и по Ника здесь льется. А теперь от Ника по строениям на базе. Ловят у нас, точнее пытаются поймать у нас Иллидана. Куда делся Иллидан? Иллидан у нас глимсуется назад и глимсуется здесь с Эклипсом. Стономен на фулл просто раскастовался в Иллидана. Иллидан умирает. А Эггис очень не вовремя заканчивается для команды Виртус Про. Хотя, в принципе, здесь есть Год. Год разваливает Пью Ревел. Трипл килл в этом файте от Года. Ну что здесь, для тебя специальный райс прилетел. Год, вернись. Год, вернись. Тут Рэмпэйдж бегает на базе. ФНГ, юзает Виндету. ФНГ в итоге у нас от Шадоу Страйка развалился. В итоге этого файта 4 в 2. И плюс, конечно, для команды Виртус Про. Тут 3 байбэка пришлось сделать в команде. Бейсикли Анноун глимсует у нас назад Фобос. А Фобос сразу же в рейв Пью Ревел. Ну и Пью Ревел здесь сгниет, в принципе, в когах. Это факт. Минус 5 делает команда ВП. Троих уже потеряли. Фобос против Эрайза. Эрайз на лоу ХП разваливают его фамильяры. И врыв еще и в Ника. И у Ника нет маны. И пытается стономен его подхилить. Коги ставит Фобос. Фобос отсюда должен уходить. Хотя есть агоним, надо в Ника врываться. Фобос, жди 2 секунды. Я думаю, будет врыв в Ника, скорее всего. Видит Ника. Просветили его. Так врывайся, Фобос. Ну же. Стопят у нас Ника. Ну, Фобос. Нет, да, нет, нет, да, нет, нет. Не будет ничего такого. А Шачло пришел полакомиться фамили... Фамилириатиной. Не получилось. Уводит своих фамильяров отсюда. Лил. Но недалеко. Фамильяров 110 с руки. Куда им вообще уходить? Сейчас придет Луна. Сейчас придет Клокверк сюда. И будем файтиться. По Галде 23 тысячи Виртус Про. По Экспириенсу 18 тысяч тоже в пользу команды Виртус Про. Жесть, конечно, как они давят босикляну. Но, с другой стороны, вы помните, что было в прошлом матче. Что оставалось в команде Виртус Про? У них самооценка там на уровне Плинтуса была. Надо было что-то срочно делать. Вот, пожалуйста, набрали героев, которыми умеют играть хорошо. И показали, насколько хорошо они умеют ими играть. 25 тысяч золота, 18 экспа. Можно уже сносить какой-то из лайнов. Т3 на топлейне 225 хп. То есть полтора удара для Луны. В принципе, здесь главное действующее лицо Фобос в этом матче. Получается, у него на ура. Хукшоты с вероятностью где-то 80% залетают точные. Нормально. Солар Крест у нас на крипа. Иди, крип, мечник, бейся. Что ж за звери такие вы, а? Фамильяра можно делать центром. Ой-ой-ой. Фамильяра можно делать центром Эклипса. Круто тень. Луна и Зайд у нас на одного из фамильяров Эклипс. И, пожалуйста, все это на хэк-граунде бейся Кляну. Он творит жесточайшее издевательство над ним же. Ника и Зайд БКБ по году. Ника под БКБ в принципе цель относительно неуязвимая. Дерется с Лилом. Плевок пошел от Лила. Ну и здесь в соло просто разваливает Лил у нас Ника. Фобос так уже, играючи просто. Врывается в итоге у нас в Гирокоптера. Минус 5 делает команда Virtus.pro. Это ГГВП, это TeamWipe. На последующих. Ну что, игра окончена. Игра окончена со счетом 1-1. Эта игра была окончена еще 11 мая на самом деле. Но мы сейчас ее комментируем. Поздравляем команду Virtus.pro со второй победой. Подняли свое лицо с пола. Надели на себя. Смотрится в принципе неплохо. Можно играть таким вот образом. А Лил у нас без артефактов вообще. Как вы видите. Ладно. У нас на повестке еще две встречи в формате Best of 2. Следующая встреча, которая будет у нас через 10 минут. Это команда Basically Unknown, которая играет против коллектива Empire. Смотрим, что там Empire с Basically Unknown сделает или наоборот. И после испытания коллективом Basically Unknown пройдут у нас Na'Vi. Этот матч тоже был немного пораньше. Он был 5 мая. А матч Империи был 4 мая. Но вот вчера у нас мы эти же коллективы испытывали коллективом Альянс. Сегодня подборка данных коллективов против Basically Unknown. Посмотрим, как с одной и той же командой смотрятся три СНГшных Гранда Доты. Все. Не переключайтесь. Не забывайте подписываться на наш канал. Заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь и на наш канал YouTube. Это студия Игрокам ТВ. У микрофона Друг. У нас впереди еще очень много интересного. Возвращаемся в эфир через 10 минут. Далеко не расходитесь до скорой связи. Далеко не расходитесь до скорой связи.